всем привет друзья сегодня хочу показать свой эквестриз так называемый многодетный папочка мой что с ним стало что стало с детками сегодня посмотрим и одну из деток мы сегодня будем отделять потому что она нашла свою хозяйку и поедет в другой город но я не показывала своего эквестризом многодетного папочку и давайте сегодня посмотрим что было и что стало с детками и одну из деток мы сегодня будем отделять потому что пришел момент на детку есть желающие и она уедет другому владельцу в другой город и так мой эквестриз еще решил мне преподнести еще один сюрприз одна из деточек решила зацвести выпустила цветонос такие вот огромные огромные у нее уже листики то есть это уже полноценный подросток это не то что уже детка это уже подросток такие у нее корешки корешки длинные листочки длинные растут детки очень-очень быстро на цветоносах на материнском растении то есть первое видео когда они были маленькие мы смотрели где-то весной начало летом теперь уже эти детки собираются цвести очень быстро так и у меня есть еще одна детка похоже на предыдущую только чуть чуть поменьше вот такие у нее корни длинные растет второй корешок и такие вот листики тоже длинная красивая большие листики уже больше десяти сантиметров эта детка сегодня уедет к своей новой владелицам так у меня была еще одна детка которая уже давно-давно пристроена и если мы помним на растение было 6 деток сейчас расскажу все подробнее было ли это очень жаркое лето перепады температуры не хватало влаги не очень было жарко и мой эквестерис решил засушить один цвет нос вот поэтому зачаток детки один пропал а вторая детка которая была побольше на этом цветоносе мне пришлось ее экстренно срезать так как она была без корней она бы тоже пропала бы потому что цветонос начал очень быстро и интенсивно засыхать то есть растение решил от него избавиться то ли ему было жарко то ли ему не хватало сил вытащить столько деток и он решил экстренно этот цветонос отсушить поэтому мне пришлось эту детку которая была побольше я ее спасла она была без корней в общем я оставлю вам фотографию как она выглядит выглядела она у меня жила на влажном пхе в тепличке жила очень продолжительное время не теряла ни тургора ничего и я ее потом пристроила в надежные руки просто отдала человеку у которого есть время этим заниматься и у меня в конечном итоге потеря минус одна детка почему минус одна потому что один два три это маленькая та которую я дала четыре пять в пазухах как остались эти зачаточки так они там и сидят два зачатка у деток то есть я так понимаю сейчас укажу с этой стороны с этой стороны я так понимаю я как сниму этих больших деток пойдут в рост те вот это получается у нас пять ну и одну совсем маленькая которая была на цветоносе я не смогла спасти там был буквально тоже зачаток то есть там полноценной детки как бы и не было там было совсем крошечная скажем так зернышко так что в конечном итоге у нас три детки два два зачатка и на сегодняшний день мы имеем такую вот картину я напомню что я оставляю вот эту вот детку самую лучшую самую большую плюс с цветоносом это вообще приятный бонус на розыгрыш розыгрыш у меня будет проводиться на канале когда будет наберется 2000 подписчиков поэтому кто заинтересован пожалуйста подписывайтесь розыгрыш будет по Украине напоминаю молодое растение с цветоносом очень-очень крепкое вот оно практически еще чуть-чуть и догонит маму свою по листочкам потому что смотрите вот меряем мамин листик ну это грубо говоря так вот и меряем всего лишь на пару сантиметров то есть еще чуть-чуть и это будет молодое полноценное хорошее растение вот вот такие дела у меня по эквестрису многодетный папаша мой молодец несмотря на все погодные условия и немножко переживаний все-таки в конечном итоге мне очень понравилось наблюдать за этим прекрасным чудом за этими малышами которые росли и развивались на моих глазах также хочу внести несколько рекомендаций по поводу деток на цветоносе или вообще если у вас появились детки не важно как если вы мазали пастой или у вас получились природным путем то есть у меня растение как стояло вот так к окну видите как детки повернуты листиками к свету светоносом к окну так я старалась не двигать ни влево ни вправо ни чуть-чуть ни вперед ни назад как у меня на этом месте ему нравится так растение должно и стоять если у вас растение уже начало развиваться и уже начало растить деток все оно должно стоять только так и на этом окне и никак иначе вот вот так оно у меня было повернуто к окну видите как они развернуты листиками к свету цветоносом к свету вот так они и развивают вот так ему нравится значит так он должен стоять постоянно на одном месте и никуда дальше по поливу по уходу не изобретала несколькими удобрениями подкормками ничего такого значит это был только биогумус с водой это корневая была подкормка и я поливала укоренителя там удобрения в хилатной форме мне оно тоже очень понравилось я чередовала поэтому детки росли очень-очень быстро они крепкие вот вам результат ну и само растение я смотрю ему не тяжело оно не ослаблено я сниму этих деток оно себе там дальше будет продолжать если захочет растить следующих если не захочет не будет то есть как бы в этом плане растение само регулирует что ему скинуть а что ему оставить поэтому вот такие рекомендации вот такие вот дела у нас сегодня с эквестрицами с вами была Ирина подписывайтесь на канал и всем удачи хорошего дня всем пока-пока я обработала канцелярский нож спиртом дала ему обсохнуть у канцелярского ножа очень-очень тонкое лезвие до новых встреч до новых встреч что мы с ним неожиданным неожиданным